Даниил Потапов А это значит, что у ребенка редкое наследственное заболевание. У таких пациентов хрупкие кости, которые регулярно ломаются. Даниилу необходима операция по пересадке костного мозга. Родители мальчика хотят лечить ребенка в Израиле. На самом деле я только за, что бы делать в России, но на данный момент пока нет опыта у российских врачей именно по данному диагнозу, именно по пересадке костного мозга. То есть если говорить про саму пересадку костного мозга, то да, они делают очень хорошо. И даже израильские врачи, если говорить про онкологию, говорят, что онкологию российские врачи делают лучше, чем они. Но по данному диагнозу, там порядка сейчас вроде 50 детишек, которым уже сделали именно в Израиле. И в основном у всех положительные результаты. Поэтому рисковать как бы своим ребенком не хочется. На фоне заболевания у Даниила стало падать зрение. По словам родителей, правый глаз практически не видит. Он может оглохнуть и стать слепым. Вот этого мы и боимся. На лечение мальчика необходимо порядка 19 миллионов рублей. В эту сумму входят проведение операций и реабилитация, которая продлится в течение полугода. Сейчас в израильской клинике ищут донора. И как только будут деньги для оплаты счета, зарубежные врачи готовы принять семью Потаповых. Но у них не хватает 10 миллионов рублей. 9 уже удалось собрать благодаря неравнодушным казанцам. Те, кто готов оказать материальную помощь, могут обращаться по номеру, указанному на экране. Или же откликнуться в социальных сетях. Группа «Спаси жизнь Данилке». Есть еще вариант посетить благотворительный концерт, где ожидается выступление звезд татарской эстрады. Пройдет он 16 мая в 18.30 в ДК «Юность». Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на оказание помощи маленькому Даниилу. Мы своими силами уже очень много собрали. И никакие фонды не помогают в данный момент. Поэтому осталось еще больше половины суммы. И всех неравнодушных людей просим о помощи. Мы очень переживаем за сына, чтобы глазки у него все-таки, зрение хотим, чтобы осталось, чтобы все успеть. Поэтому нам сейчас нужно быстрее закрыть сбор и сделать транспортацию костного мозга. Эльмир Гляхметова, Дмитрий Рыженко, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.